Девушки отдыхают 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 В качестве главного тренера это лишь второй подобный опыт. Оливье Хэнван забивается о средней дистанции. Хэнван снова с мячом. Снова в средней зоне. Буквально там секунду-две у Хэнвана для броска. Выбросить он не успел. Хантер говорит нет своему сопернику. Дотягивается до этого мяча. Начинается вторая четверть с потери ЦСКА. И мяч у Зенита Хантер в угол на Фрейзера. Тренд сравнивает счет. Подопечным не хватает где-то фокуса на каких-то деталях. И вот это, наверное, применимо и к тому, что случилось в начале второй четверти. Джекери переигрывает в воздухе Хантера. Езахаров появился на площадке у Зенита. Игрок, который с последние пару лет проводил достаточно много времени в лазарете. И в итоге забивает со средней дистанции Винц Хантер. Закаров из угла не забивает Хантер. Какое добивание. И Винц этим данком возвращает своей команде лидерство. Курская команда. Эртель. Карасев, Фрейзер в углу. Тренд отправляет мяч в корзину. Ступит от второго пуска Зенита. Смотрим, кому будет преимущество на подборах. Карасев здорово разобрался со Стопковичем. И показывает жест, который, наверное, является самым популярным в баскетболе в последние месяцы. Айс, Коматомаса, это уже было также третья попытка, но 0 из 3. Жан Шарль. Самые легкие два очка. В этом плейлф набирает. Совсем удачно вошел. Ой, какая передача на Курбанова. Никита отправился в полет низверху. Разница у нас сохраняется. В одном владении 37-35. Армейец впереди Жан Шарль. Снова вынужден благодарить партнеров за прекрасные передачи. И Курбанова и пару больших Амадембай Ливио Жан Шарль. Жан Шарль. Под кольцом попадает. Блокшот Амбай убежал в быстрый отрыв и все-таки набрал два очка. Хотя мяч записан ему в протокол. Но в любом случае два очка имеются. 41-35. ЦСКА впереди. Хантер. Как здорово. Разворачивается под кольцом. Сначала поднимает мяч вверх, затем его отпускает. И все-таки происходит в полете. Опять же, обычно это свойственно защитникам. Здесь же Хантер, у которого 2-0-3. Передача на периметр. Хантер Морган. Непонятно, зачем он делал эту передачу. И партнер не готов. Амбай один на периметре. Амад. Три очка. Стали забирать. Туда вечный Хавьер Пскуалев. Уж хотя бы этим, мой славец, специалистом. Может быть доволен. Морган. Снова под кольцо. И на сей раз. And one. Майло Тримбл. Пытался подставиться под своего оппонента. Но вышло не совсем удачно. Несколько смен лидер. Майло Тримбай. Хороший пас на Жанжарля. Турич ждет рукования Красева. Сергей издание дистанции. Четвертый трехочковый. Атака армейцев. Остапкович к мячу не дождался. Левио Жанжарль. Снова его заигрывают. И армейцы прекрасно понимают, что это действительно надежный вариант. Как она сказала, в том числе и Зубкову. Перед тем, как тут вышел на паркет. Карасев. Выбил мяч у Остапковича. Но вот в передаче ошибся, Антон. Какие эмоции. Какие эмоции. Восемь секунд в этом владении. Жанжарль против Карлтона. Хорошая защита от Джоша. Но Жанжарль сегодня в огне. На лестный процент двух очковых. То Зенит продолжает делать ставку на броски с дистанции. Они подводят. Поэтому время что-то изменить. Тренд Фрейзер. Команд, который завтра будет свой первый матч в полуфинальной серии. Собственно, эти три клуба и стали лучшими домашними коллективами. Начинается заключительная четверть с попадания Оливье Крэйнвана. Я же вспоминаю матчи этого сезона. Это в каждой игре была борьба. Даже матч, который закончился с Сюбертаймом. Да, там была итога. Ничего непонятного. 8-7-6. Закончилось с таким счетом. Первый матч первого этапа. Ну и последний. 61-52. Плюс 9 у ЦСКА. Кэнва. Тяжелый бросок отправляет в корзину. Быструю атаку. Остапкович попал под плотную защиту Жбанова. Но все-таки набирает очки в этом владении. Кэнва. Тоже не точен с дистанцией. Среди на заключительной четверти. Ровно 5 минут. До конца основного времени. И Томас Артель. Что не дорабатывает в защите. Но старается играть максимально аккуратно. В каждом таймауте. Пскваль говорил о том, что есть фоллой. И Жбанов накрывает Остапковича. Картель. А против него Жбанов бросать не стал. Картель все-таки атакует через Джигири. И забивает. В основное время этого матча Жбанов совершает перехват. Самместо с Винцем Кантером. Кантер забирает подбор на чужом щте. И... Кримбол. Сталый проход. Нет, все-таки идет под кольцо. Но попадает под блокшот. Самместо с последний момент. Вайфика Зенита были в краске. РТЛ. Снова красная передача. Красная классная. Но какой данк. От Джовена Моргана. 70-61. Лухов. Оставили его от того в углу. И он за эту ошибку сейчас... Ну, конечно, нужно поспешить. Команка Вербсквали хочет поверить в чудо. Нужны быстрые атаки. Желательно дальние. Сейчас классический фик-н-ролл. Винцем Хантер. Никто особо и не пытался. Две минуты. До конца матча. Ухов снова один, но уже в другом углу. Подобное мы видели от Трэнда Фрейзера в первой половине. Морган снова под кольцом. Да, Сейн стал играть очки. Исправно. С хорошим процентом. Трэнда Фрейзера в первых движениях оппонента обыгрывает. Матэмбай. Ивана Ухова. Удачный друг очковый. Котель снова выдает шикарный пас от Джоэна Моргана. Последний атак армейцев. Да, все-таки будут отковать. Ливио Жан-Шарль Казница в принципе ничего не решает. Армейцы забирают первый матч. По финальной серии 82-67. Плюс 15 для подопечных Андреаса Пистеллиса. Довольно уверенная победа, учитывая, что ЦСКА контролировал вот матч практически на протяжении всех 40 минут. Ливио Жан-Шарль.